Здравствуйте, меня зовут Владимир Соколинский. И многие знают, конечно же, что я натрецеолог, но кроме того, я и отец троих детей, уже достаточно взрослых. И внук 10 лет только что включал для меня камеру, для того, чтобы мы смогли с вами записать это видео и поговорить на тему капризный ребенок. И объяснять, конечно же, педагогические какие-то моменты не планирую, потому что как раз область моих знаний практических, она не только в семейной жизни, а в том, что многим детям удалось помочь лучше учиться, быть, ну как говорят родители, более послушными, благодаря тому, что мы помогали укрепить их здоровье своими натуральными способами. И поэтому первое, конечно, что нужно понять для каждого родителя, это в чем на самом деле проблема. И здесь просто достаточно быть честным. То есть каждый, кто сталкивается с капризным ребенком, который, ну просто, ну не воспитанный, да, то есть балованный, он прекрасно это понимает. Никакой доктор тут не нужен. Ну вот бывает так, что мы понимаем как родители, что в общем-то малыш в целом вполне нормальный обычно, и вдруг вот какие-то периоды наступают, когда он становится такой вот капризный, неуправляемый. И, как правило, мы понимаем, что это совпадает с тем, что он какой-то еще уставший. Потому что с точки зрения здоровья, ну мы не берем, конечно, случаи, когда там режутся зубы у малышей совсем маленьких, или случаи, когда он заболел какой-то инфекционной болезнью, или там, не знаю, перелетел на другой край света в самолете. Ну это особые какие-то истории. Мы говорим о том, что вот, вот мы живем обычной жизнью, ничего такого экстраординарного нет, а ребенок почему-то капризный периодами. Так вот, основные, конечно, причины в области здоровья здесь, они следующие. Многие знают о таком понятии, например, как диатез. Что такое диатез? То есть, это не просто высыпание на щеках. То есть, с точки зрения подфизиологии, это совершенно определенное такое состояние нарушения регуляции и обменных процессов, которое может проявляться по-разному. То есть, бывает, мочекислый диатез, например, да, это выпадение солей в почках, бывает. Невротическо-суставной диатез, это реакция суставов, ножки болят там, то есть, ничего нигде не высыпают. А бывает вот такой эксцидативно-катаральный диатез, которым страдают совсем маленькие детки. Кто страдает больше? Ну, ученые, педиатры, как правило, говорят о том, что нужно контролировать питание. Ну, вот каждая мама такого ребенка, у которого в детстве была аллергия, и она, возможно, продолжается и сейчас, она согласится с тем, что ребенок в те периоды, когда высыпают на коже, он боли-катаризный. Вывод. То есть, фактически, значит, что-то такое происходит, циркулирует что-то такое в крови, что вызывает вот такие изменения. То есть, разбалансированная нервная система и одновременно высыпание на коже. Поэтому идея просто, например, не есть морковку или красные яблоки, там, шоколад, клубнику, она, как правило, мало срабатывает, потому что, ну, сами эти факторы, сама морковка на нервную систему никак негативно не влияет. А что влияет? Ну, вот сейчас стало известно, очень, то, чего не знали наши бабушки и мамы, стало известно, как сильно влияет микрофлора. То есть, мой опыт очень четко показывает, что если есть проблема с микрофлорой кишечника, то есть, видимая проблема, когда животик болит, там, со стулом какие-то сложности и прочее, или даже невидимая проблема, то есть, вроде ни на что не жалуются. Но при случайном исследовании мы видим, что там не хватает лактобактерий, бифидобактерий, там, какие-то кишечные палочки повышенные, и клепсиелы, и так далее, и тому подобное. Ребенок автоматически еще и немножко нервный, ну, и, соответственно, капризный. Вывод. Нужно нормализовать микрофлору. Тогда в крови изменится... Я не буду очень долго, глубоко, задача не лекция, задача, чтобы вы поняли, что сделать. То есть, куда, куда, в какую дверь толкаться. То, чего вы еще раньше не делали, скорее всего. Так вот, восстановить микрофлору можно. То есть, в системе Соколинского мы, например, используем такой комплекс, как Санта-Русь. Известный из советских времен. И, в общем так, не очень заслуженно забытый. Поэтому, что ничего аналогичного вообще нет. То есть, там огромное количество штаммов разных бактерий, позитивных, которые по опыту мы... Ну, я думаю, что несколько тысяч деток принимали его под моим наблюдением, то, что я сам видел, мои сотрудники. И мы можем сказать точно, что это работает. То есть, это работает гораздо лучше, чем какие-то другие штаммы бактерий, другие формы. Просто опытным путем установлены. То есть, за три месяца можно перезагрузить микрофлору. И выделение серотонина гамма-аминомасленной кислоты в кровь, то, что зависит от этой дружественной микрофлоры, будет гораздо лучше. А, соответственно, процессы возбуждения и торможения в ней на системе ребенка. Казалось бы, какая штука, да? То есть, мы почему-то забываем. Ну, смотрите, вот у маленького ребенка, у грудничка, начинает болеть там животик, он плачет. Маме это кажется очевидным. Вообще, вот эта связь между тем, что с животиком не так, и тем, что он капельничает. Ребенок вырастает. Идет в детский сад. Идет в школу. Ну, у него симптомы, естественно, стираются. То есть, то, как реагирует малыш, и то, как реагирует человек в 50 лет, на одно и то же. Они разные. Ну, конечно, со временем все стирается. Но, по сути-то, ничего не меняется. Но мы почему-то уже не замечаем этой связи. То есть, мы ищем какие-то сложные способы, психологов, там, так далее, и тому подобное. Вместо того, чтобы, очевидно, для начала нормализовать ему микрофлор. Три месяца Санта-Рус. Это просто. Попробуйте. Ссылка есть. Ну, во-первых, на экране вы все время видите адрес сайта. Заходите в поиски, набираете Санта-Рус и используете. То есть, это один подход. И особенно, кстати, важно для тех, у кого было искусственное вскармливание, или такие случаи, что пили антибиотики в детстве, или было какое-то отравление, там выявлялись тетококков, стафилококков, пищевое отравление в детстве. Ну, вот, в основном, конечно, самые страдальцы, это те, кто быстро перешел на искусственное вскармливание, или тот, кто получил в роддоме или в ближайшее время после роддома антибиотики. Там приходится иногда и два, и три курса проводить, и по полгода можно будет пить ту же Санта-Русь. Но зато игра стоит свеч. То есть, вы получаете совершенно другое качество пищеварения, микрофлоры и, соответственно, влияние на нервную систему микрофлоры, позитивное. Уже тогда никакие там витамины группы В, магний пить не надо, оно само все усвоится из пищи. И образуется то, что может образоваться. Вторая история – это кровообращение. В топ-3 вторая причина, почему капризный ребенок – кровообращение. Ну, кровообращение – это что такое? Кровообращение головного мозга. Или последствия перинатальной энцефалопатии, то есть, плохо реабилитированные дети, которые до года не пришли к абсолютной неврологической норме с точки зрения перинатальной энцефалопатии. Но здесь сложнее. Здесь нужно советоваться, потому что, ну, бывают разные. Иногда обращаются с очень тяжелыми детками, с ДЦП и так далее и тому подобное. У нас консультации для детей я как-то так исторически до 7 лет провожу бесплатно. Очередь, правда, конечно, получается. То есть, иногда две недельки нужно и подождать. Но если вот как бы сложность ситуации, точно известно, что там что-то не так было с шеей или с сосудами головного мозга, явно реагирует ребенок на погоду, то сложность в том, что натуральных средств, сосудистых, детских, по закону нет. То есть, лекарства, конечно, врач назначает. Те же самые взрослые, на самом деле. Те же ковинтоны там какие-то и прочее могут назначать. Вот. Просто в меньшей дозе. А вот с натуральными средствами на каждой упаковке вы же прочтете, что детям до 12 нельзя. Поэтому нужно всегда посоветоваться. У нас есть наши консультанты в центре. И можно посоветоваться со мной, записаться на консультацию, если получится записаться. Потому что там есть о чем поговорить. Там на самом деле можно улучшать текучесть крови. Есть дигидрокверцитин, альфа-максейл, есть нейра, есть лицетин, который улучшает питание. Лицетин, кстати, чуть не забыл. Лицетину можете даже не консультироваться. Всем подходит детям. Это по названию, понятно, лицетин. Просто очень качественный. И он в порошке. Его легко добавил просто в кефирчик или в йогурт. И все, ребенок даже не заметил. Цель его применения – это укрепление оболочек нервных клеток. И практика показывает, ну, в общем-то, это довольно-таки известный такой факт, что на фоне приема лицетина, если 2-3 месяца принимать подряд, улучшаются показатели памяти, внимания, легче учится ребенок, более спокойно. И третий пункт. Третий пункт в топ-3 причин, почему у вас капризный ребенок. Из-за здоровья. Это проблема, которая связана с перегрузками. То есть, ну, давайте будем честными, дети сейчас испытывают такие перегрузки, которые нам не снились. Ребенок столько часов учится там, например, в школе, потом делает домашние задания, едет в машине или в транспорте, смотрит там в планшет, в телефон. В первом классе уже чуть ли не у полкласса планшеты и айфоны в России. Глаза от этого устают, нервная система перевозбуждается. Дома он смотрит телевизор, засыпает. Родители мне постоянно рассказывают, что засыпает в час ночи или в 12. То есть, ну, это какие-то дети-монстры, да? То есть, конечно же, нервная система при этом сильно перевозбуждена. Соответственно, риски заиканий, нуреза и так далее, и тому подобное. Но капризным, может быть, ребенок уж запросто, если он ложится спать так поздно, мало гуляет, много сидит в компьютере, в телефоне. И у него эмоциональное напряжение выражено. Поэтому Биолан. Есть такое волшебное совершенно средство. Посмотрите на сайте Центра Соколинского в Петербурге. Это по ссылочке, которую вы видите на экране. Биолан – это решение проблем для многих. Почему? Потому что это набор аминокислот. То есть, в принципе, это то, что сродственно организму, то есть, нет никакого насилия здесь, в отличие от химических препаратов, которые иногда даже приходится назначать психотерапевтам, детям. И его невозможно передозировать. То есть, если даже малыш съест целую пачку, ничего не произойдет. Просто усвоится столько, сколько может нервная система себе взять. Остальное уйдет, извините, в туалет. Ну, не надо этого делать. Я вам просто объяснил, чтобы вы понимали, что это безопасно. Никакого привыкания. То есть, курс может быть, высыпайте под язык. Курс может быть месяц, может быть два. То есть, очень многие родители благодарны именно за то, что я посоветовал им Биолан, потому что, ну, это, в общем, решение проблем. Вот направление такое, либо кровообращение, либо перегрузка нервной системы, нужно успокаивать ее, улучшать сон. Либо микрофлора. Вот эти три направления дают с наибольшей вероятностью, если от здоровья именно капризный ребенок, а не просто от воспитания, дают положительный эффект. Подписывайтесь на канал, потому что, видите, мы здесь разговариваем о том, что, в общем, важно, и о том, как это решить. Доступным языком, понятным о тех вещах, которые многие беспокоят. Поделитесь, поставьте лайк, как говорят в интернете, если вам понравилось, чтобы другие тоже заметили это видео. И, конечно же, заходите на сайт Центра Соколинского в Петербурге. Мы, наша цель это не лекторий, наша цель это помогать тогда, когда можно устранить натуральными способами причины нарушения самочувствия. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин